Виталик, куда ты меня привез? Вот смотри, ты мне сказал, что здесь лещи. Я готовился к лещу, навешал специальный лещовый корм, который всегда у меня работал по лещу, добавил пшена. А у меня поймались в основном. 80% улова это карп. Как поймать карпа, хотя ты не готов к нему? Смотрите в этом фильме. У меня сегодня будет супер состав. Я возьму две пачки фидер озера. Я в принципе не знаю, правильный это выбор или нет, но я решил сегодня так. Так как здесь течения практически отсутствует, хоть это и река, но можно сказать, она уже превратилась в озеро. Поэтому я замешаю два пакета озера. Понимал запах. Кстати, новый. Новая разработка. Какао, какао, пахнет какао. Ну и чтобы к нам приплыло лещ, соответственно, два пакета леща. Четыре килограмма. Да, четыре. Я жадный. Сегодня я жадный. И закрашу это все. У меня тут как раз вот чуть-чуть есть красочки. По-жадному. Сегодня все по-жадному, потому что Юрий Анатольевич тут придумал какой-то супер состав. Я тут еще жаднее. У меня... Но у меня есть еще кукуруза. Нет, у меня классический состав. На самом деле, мой любимый для леща. Это две пачки леща премиум. Одна премиум, одна сладкий лещ. Так как сейчас вода еще, можно сказать, горячая, только-только начинает остывать. Поэтому сладкий лещ очень в приоритете. И черный фидер, как затемнитель всех этих двух моих прикормок. Ну и, конечно же, самое жадное сегодня это пшено, которое прекрасно работает на Волге, на леща. И мой любимый ароматизатор, аромакомплекс Бразум. Сейчас все это замешаем быстренько. Когда я увидел у него, у Юры, пшено, я сразу же достал две ванки кукурузы. Тоже по-жадному. Кстати, если кто не знает, то сладкий лещ пахнет корицей. Лещ обычный пахнет похожим запахом Бразум, такой лещовый. А черный фидер пахнет немножко медом. Совсем чуть-чуть. Да. Мед вообще универсальный запах. Добавляем прям так. Конкретно воды. Так как рыба здесь активная, я побольше ароматизатора и усилителя вкуса налью. Чтобы переманить рыбу. А ты без ароматики. Да. Ну, посмотрим. У меня побольше корма, но без ароматики. Не, у меня самая главная ароматика будет эта кукуруза сладкая. Не, у меня сильно пахнет. У тебя, да, там арома достаточно. Ну да, целую банку. Хорошо. Если многие, кстати, делают ошибку, пшено добавляют в самом начале рыбалки, на самом деле это неправильно. Для того, чтобы эти частички были видны в воде, именно в само зерно, лучше добавлять его во время ловли. То есть я эти две банки между собой перемешаю, высыплю в отдельную тару и буду добавлять, как будто я добавляю мотыля с щепотками, либо опарыш с щепотками, просто щепотку пшена, забиваю в кормушку и в воду. Ну-ка, дай у тебя понюхаю. Не, у тебя тоже пахнет. Офигенно она пахнет. У тебя сильно пахнет анисом. Не, они смешиваются, и такой запах прям неординарный получается. Ну да. Вот такая вот, не, у тебя легкая прям, пушистая. У меня за счет еще аромакомплекса, она потяжелее. Не, но я буду кукурузку подрезать, поэтому она тяжелее будет. Ну да, да, да. Не, у меня прям, не, у меня сам корм вот чувствуется, он прям в руку берешь, он более мелкий. Не, ну я еще домешивать буду, потому что он будет за счет озера. Озеро, ну да. Да, я прям чувствую запах прям. У тебя запах вообще прет просто. Прет, да. И, кстати, у тебя при кормке просто, вот вроде на килограмм меньше, а у меня почти ведро целое, у тебя, блин, это... Ну это из-за состава, потому что уже она пушистая. Ну что, нужно, пусть настаивается еще. У меня еще долго будет, потому что... У меня тоже. У тебя, да, вообще целое ведро. Ну да, блин, полное ведро проворачивать в таком... О, смотри, вот 200 грамм воды как поменяло. Но она сейчас набухнет, конечно. Это 4 килограмма. Ой, поменять 4 килограмма при кормке... У тебя 3, а у меня 4. Да, тут видно, что разница чуть ли не в 2 раза. Смотри, подруга. Ну, столько не перебросаешь. Я перебросал. Да, посмотрим. Ну, там клевало, правда. Интересно. Ну, кардинально разные прикорки, просто вообще кардинально. Да. И при том, что она влажная, смотри, ее берешь раз, и она прям, это, в пух. Ну, сейчас будем пробовать. Да. Все, я пошел пробовать. А-а-а, крапим красненьким. И желтеньким еще. Красота. Перед тем, конечно, как ловить, я и Виталик, мы место узнавали. Я приехал сюда пораньше. Здесь куча народу, просто какое-то безумие. У всех донки стоят, ну, там, по несколько удочек, конечно, и с трудом нашли место. Вот. Начали пробивать, нашли бровку. Грубо говоря, такая резкая перепад, где-то с 50, наверное, 2-53 метров. Там резкая бровка такая прям, ну, не знаю, пускай там где-то с 4 на 6, наверное. А потом достаточно ровненькое понижение, то есть, скажем так, русло. Вот. Ну, и я, и он, мы вымерили 60 метров. Ровно 60. Для того, чтобы, как бы, составить друг другу конкуренцию. Мы уже приехали для того, чтобы, скажем, друг друга обловить. Поэтому будем максимально стараться ловить, скажем так, в спортивном режиме, чтобы выяснить, кто из нас сегодня сможет больше поймать. На самом деле, это очень полезная тренировка, потому что она, скажем так, закаляет на соревнованиях. Если просто поехать на рыбалку и половить, это одно дело. А когда едут, скажем так, два спортсмена и просто так ловят рыбу, это, ну, это неинтересно. А когда между самой начинается конкуренция, вот это уже гораздо интереснее. Поэтому я думаю, что у нас сегодня должен получиться интересный батл. Тем более, ловля дальняя, не самая легкая. Был куст. Нет куста. На самом деле, 60 метров недалеко, но для многих любителей 60 метров это, наверное, очень дальняя, предельная дистанция. На самом деле, если хорошая удочка и небольшой навык есть, то на 60 метров бросить несложно. Вот на 80, на 80 это уже сложновато, а на 60 это ерунда. И еще раз повторю, где мы ловим? Мы ловим в русле, потому что сейчас лето, достаточно вода горячая, и в русле она немножко попрохладнее, и я думаю, что там именно сосредоточена основная масса леща, за которым мы сегодня и будем охотиться. Что там, трэш? Я слышал, дрын-дым-бам, отлетел хлыст. Да это из-за травы, я его, видимо, надоломил, когда за траву зацепился. Пока Виталик там мучается со снастью, у него что там, сзади трава помешала при забросе, у него там хлыстик сломался, я видел. Вообще быстренько, я думаю, поменяет ему это 5 минут, наверное, да? Даже меньше? Да я уже, я не буду менять, какая разница, там 2 вунции или 3 он будет. То есть ты будешь с обломанным хлыстиком ловить? Ну да. Ну вот, профессионал. А то некоторые сломают хлыст, и сразу беда, все, рыбалка закончена. А здесь надломил, дальше доломал, и можно опять ловить. Я думаю, разницы особо не будет. На такой дистанции все равно, то, что там клюнет, там уже это. Если там поклевка, это значит, она уже уплывает у тебя просто. О, всплеск рыбы уйдет. Достаточно близко. Ну, основная масса, кто здесь ловит, я вот все утро ходил, смотрел, пока место высматривал. Все ловят. Наверху бровки, это где-то там глубина 4 метра, и дистанция, ну, наверное, там в районе 40-30 метров. Я поводок вешаю. Вешай. Я уже сколько бросил, кормушек 6, нар, 7. Ну, промерялся, бросил максимально далеко, тащил, был ил. Пошел в ракушняк, заклипсовался, забросил еще, попал в трансный ракушняк, отступил, метра 3 от него. Еще раз проверил, и где-то грузик, получается, метра 2 был от ракушняка. Поставил кормушку, 70 грамм, грудь промерялся грузиком 8, поставил 70 грамм кормушку, и она где-то как раз падает, где-то в полуметре от ракушняка. Вот, в принципе, весь промер, ну, это классический промер на реке, тут промеряться особо ума не надо, надо просто найти выход из русла, и все. Теперь просто сидим, перекидываем корм в воду. Я уже насаживаю. Ты известная четирюга. Прям не могу, прям привык к насадке, бутерброд, опарыши, три, два, три. По плавочникам неизвестно слово джентльмен. Что там неизвестно? Интересно, клюнет на первом забросе? А ты живого опарыша даешь? Ай, чуть-чуть промазал, но ничего. Да, конечно, живого подбросил. Я же на самом деле хочу на опарыш ловить, поэтому я специально в корм подбросил так, ну, хорошую щепотку. Это мне прилагает, что если я подбросил кукурузу, ловить честно кукурузу, что ли? Я пшено-то подбросил, но пшено же я не смогу ловить. А сколько грамм кормушек поставил? 60, ну там даже хлыст не натягивает. Не вымылся опять. Я вообще не забиваю. Ну, из-за того же добавил кукурузу, видимо, перевлажнил. О, смотри, с тремя унцами прямо намного лучше кидать стал. Ну, чем жестче хлыст, тем лучше летит. Да, 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 она прямо выплевывает, как катапульта. Коим и является. Ну, что там у нас? А никто не тронул. Я думаю, что там пока еще никто не живет. Хотя надежда у нас безгранична. Хорош кормить-то. Я, конечно, понимаю, что у тебя там ведро корма. Будем брать количество. Разброс-то все равно есть. Ну, на промере-то мы же там нашли с тобой сопли-то. Лещевые. Да мы пока кидали, там все разбежалось, е-мое. Ну, я здесь ловил даже в туман, короче, я не знаю, там какой-то разброс был, потому что я кончика удилища не видел. И все равно клевало хорошо. Но я, правда, на 70 с чем-то ловил. Поздней весной? Да. Нет, поздней осени. Поздней осени. Что-то припекает уже. Да, теплеет. В спину чувствую тоже прям с каждой минуты теплее-теплее. Что, поводок привязать? Давай привяжем. Начнем с 008. Чтоб сразу Юрия Анатольевича не обижать, начнем с 009. Кручок номер 9 тоже. Часа полтора, наверное, прошло или час. В общем, посидели мы на 60 метрах в русле. Рыбы там не было. Вот. Все местные ловили поближе, поэтому мы решили не испытывать судьбу и не ждать кракенов. Перешли поближе где-то метров на 40 и просто начали ловить рыбу. Рыбы очень много. Она вся стоит именно на 40 метрах. На 40 метрах глубина меньше где-то метра на 2 минимум. И, видимо, все-таки из-за термоклина, потому что здесь течения практически нету, рыба вся стоит на мелководье. Вот Юр у кого-то всек крупненького. У него было затишье, ушла мелочь и что-то он там всек и у него куда-то кракен этот поплыл. Я вас случайно там зацепил. Что-то уплыл сильно влево. Забагривался походе. И все-все-все. Кстати, по берегу сейчас парень поймал не то карося, не то карпика. Поэтому вполне возможно, что Юрик кого-то тоже поймал. Пошел по берегу. Тут хороший, смотри. Вполне возможно, что тоже карпик. В том году их здесь выпускали. Мы, кстати, не анонсировали, мы ловим в том месте, где осенью карпик мелкий нас мучил, его здесь выпустили. Но за год он должен был сто процентов как минимум на полкило подрасти, а может быть и до килограмма в зависимости от кормовой базы. Поэтому вполне вероятно, что Юра всек. Сейчас посмотрим, что он там. Может, забагрил просто. Но все равно, даже если сопротивляет, значит, это что-то крупное он подбагрил. полберега собрал. Но полберега он может собрать, потому что, да, доночки, крокодильчики. Да, что-то он вообще какой-то лютый. А вот, кстати, хреново, катер плывет, может сейчас и по волне и оторвать. Еще на этом катере забагрил. Там поклевки не было, я начал поднимать, он как рванул. Пока я поворачивался, пропустил свою поклевку. Кстати, можно сказать, у вас практически запрос как было ловить без мотыля. То есть, у нас в прикормке нету мотыля вообще. Есть на насадку немножко, но мы его не насаживаем. Я вот в основном на опарыша ловлю. А, во, все. Ага, оборвал. Не, не, он забагрился. Крючок оборвался. Оторвал или подбагрил? Оторвал! Оторвал, да? А он все равно, мне кажется, это было не в рот. Но это карпик был сто процентов. карпик, да. Карпик, карпик такой, подкилушник. Сейчас мы 0,15 привяжем. У меня произошла, я бы сказал, не поклевка, а просто что-то произошло, и на крючке был карп. Беги, 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 все равно, беги. Я уже одну баночку кукурузы изрезал, поэтому можно рассчитывать, что все-таки кто-то приплывет покрупнее, густерой. Блин, ну 0,15 на перебор, да? Это жестко. Ну, 128 поставь хотя бы. Мне кажется, 0,12 нереально оторвать. Ну, вот только что оторвало. 117? может 0,1 скорее всего. Ну все, экшен прошел, выключай. Вся будет экшен, включишь. Что, старт у нас, и что у меня, что у Виталика был неудачный, мы неправильно рассчитали, скажем так, время года, поведение рыбы и где она находится. Ну, смогли вовремя перестроиться, благодаря соседям слева-справа, мы поняли, что рыба стоит недалеко от берега, на, о, карпик, на ровном платье. Все-таки карпик взял, да? Карпик, карпик, вот еще. Один оборвал, сейчас вот попался. Но этот маленький, поэтому не оборвал. Нет, тот был крупнее точно, этот-то маленький. Опа-на. Вот. Перестроились и стали ловить где-то в районе 40 метров. Там сначала хорошо клевал и подлещик крупный, и густерка. А вот у меня, например, сейчас приплыли карпы, и уже... Ну, его сложно карпун-то назвать уж совсем. Да, но карпик. Второй уже, один оборвал, но явно был больше, чем этот. И этот вот клюнул. Причем поклевка такая невзрачная. То есть, они разогнали там на этих 40 метрах всех лещей, потому что вот сопли висят, то есть лещ где-то там в сторонке плавает. Все лещи у меня теперь. Вернее, густера. Вся мелочь, короче, ко мне свалила. И совершенно не клюет. А карпы начинают там активность проявлять и едят моих опарышей. Крючок зацепился за стол. Вот. Едят моих опарышей. Вот. А иногда клюет еще, кстати, мелкая густерка, но она как-то клюет так мехотя, как будто катает кормушку и между делом поклевывает. А карпики явно там шарятся. Вот. Я сам не думал, что в этом месте они будут. Меня никто не предупреждал, что они здесь есть. Я вообще думал, что это так. Просто кому-то повезет. Вот там слева я видел, человек поймал, думал, ну так шальной. Оказывается, они тут еще в количестве присутствуют. Кстати, привязал поводок после того, как оборвал, у меня карп. Привязал поводок потолще. Я все время ловил на 0,1. Привязал 0,13. Очень долго просидел, поймал там штук 5 густерок и больше никого. И вот сейчас поставил поводок обратно 0,1 и сразу клюнул карпик. Я думаю, что они сейчас там наверняка будут плавать на точке, шугать всех наших лещей, которых мы хотели сегодня поймать. Да, Виталь? Я думаю, да. Да, потому что ну и сами клевать не будут и другим не дадут. Самое интересное, что они морды прям в кормушку залазят. Ну, не карпа, я не знаю кто, но вот сейчас вот прям вот четко дал по морде кормушка кому-то. Когда подсекаешь, прям чувствуется. Ну, они там точно плавают, потому что вот когда клюет густера подлещик, поклевка прям ну, быстрая. Блин, косил-косил и не докосил все-таки. Ух, нифига там уклейки в точке. А? Да он, я как кормушку сейчас дернул прям уклейка в разные стороны. Там справа то ли леща, то ли карпа поймали большого. Да, поводок не выдержал. Все-таки не докосил чуть-чуть травку. Крючки на самом деле вот сейчас используем здоровые, карповые, можно так сказать даже. Очень тяжелые, чтобы хотя бы хоть какую-то мелочь отсечь. Ну, они вон плавают, я прям вижу кормушки, они там задевают. Задевает, задевает он. Рыба огромное количество. Ну, к сожалению, пока бонусных экземпляров нету. Кстати, люди собирались домой, дали мне червячка, поэтому я вот периодически на червячка ловлю. Большое им спасибо за это. Но, на самом деле, червяк размер рыбы не укрупняет, к сожалению. Клюет такая же густерка, иногда просто чуть побыстрее. Но все равно интересно, не мотылем, одним, единым. Потому что, мотыля, в принципе, если насадить мелочь, вообще быстро клюет. Но, неинтересно, честно говоря, на мотыля ловить. Потому что, клюет сразу. И размер плюс-минус всегда одинаковый. А на опарыш либо червячка все-таки какое-то разнообразие. Я думаю, что сейчас могут расклеваться карпы вместо подлещиков. Просто Юрий Анатольевич привык прибедняться, как всегда. Да кто же прибедняет? Там уже полсадка там наловил. Правда, что-то они все кверху пузом плавают. Да заглатывают глубоко. Вот один лещик, к сожалению, не погиб. Вот видите, прям сразу два червяка просто в лед. И как вы просили, никаких мотылей не нужны. Кстати, смотрите, хороший такой хьё! Ну это вообще наглость полкило, да? На грудь поднимать. Ну, поводок 0.13 позволяет это сделать. Кстати, сейчас поеду. Из-за того, что все-таки рукушняк очень сильный, я использую флюр 128. то уж необычную тимдулайф, а именно флюр. Так, что я насажил? О, червячка. Давайте еще раз. Раз такая быстрая поклевка была и все-таки лещика, давайте еще раз червячка. Сейчас я одного насажу. Вот такая червячка. Поэтому, ну, как говорить, с мотыль не обязателен. Лучше, конечно, чтобы он был, но и без него можно ловить рыбу. Не, периодически я подсаживаю все-таки, подсаживал. Сейчас я уже не подсаживаю, когда расклевался, до этого подсаживал мотылика. Ну, в корме его главное нету, а так иногда подсаживал. Но сейчас в основном ловлю без мотыля. Но мне больше нравится, потому что нежданчик. Просто на мотыля ты знаешь, что у тебя по-любому клюнет и в принципе довольно-таки быстрая поклевка будет. А здесь все-таки чуть подольше и оп, неизвестно, какая рыба будет. Ну, хотя тоже как подольше, считай, поклевка в минуту. Долго это или нет? Я думаю, в принципе, недолго. Юра, у тебя червяк есть? Расскажи. Нету. Меня нету, меня червяков никто не выдал. Густер. Не выдал. Если бы я покупал бы. Да не, я думаю, что... Причем заглотил так, что, блин, выжить у него будет мало шансов. Блин. Мало того, что меня обкакал, так еще и по лицу это все раскидал. У меня есть, скажем, теория, даже основанная на практике. Сейчас была очень жаркая, очень жаркий период времени, когда водра прогрелась, я думаю, наверное, где-то 24-м приближалась. И здесь хоть и некое подобие реки, но течений почти нету. Я думаю, что здесь на самом деле очень сильный термоклин, и поэтому рыбы на большой глубине просто нету, там нету кислорода. А на глубине примерно 4 метра ей достаточно комфортно, поэтому она и не была там, где мы хотели. А клюет вот на 4 метрах, на ровном платье, не в русле, не на выходе из русла, а именно на ровном куске, просто дна, на котором, ну, скажем так, если бы не было термоклина, скорее всего, и не клевало. А здесь просто, ну, действительно много рыбы, и она даже на 4 метрах, я бы не сказал, что она прям активно клюет. Очень много задевает леску, часто висят грозди просто соплей на леске выше кормушки. Это значит, что рыба все равно стоит в каком-то слое, и на дно не часто опускается. То есть, если сейчас, мне кажется, неделька прохлады, и рыба явно прижмется ко дну, и будет очень активно питаться. Поэтому, я надеюсь, что сейчас должна быть в следующей неделе холодная, и мы оторвемся. Я бы даже, еще бы раз сюда приехал, растут карпики. Слышишь? А? Поклевка на кукурузу была, насадил кукурузу. На кукурузу карп? Ну, не знаю, кто, блядь, не вытащил же. А у меня вот все в соплях, целая грозь соплей, на поводке. Кто-то, кто-то, ну, по кому-то поводок прошелся. Но явно это была не поклевка была, а просто задев и все. Да, кстати, 3 килограмма, которые я замешивал, уже, мне кажется, подходит к завершению. Да нет. Хорошо, что у нас запас прикормки с собой есть. Да мешай. Успел, блядь. Это не, не это, не подлещик. Это были не амяты, Ну, если это подлещик, я сильно удивлюсь. Вроде подлещик влево-вправо так не плавает. Ну, если только за багриной. Ну, если только за багриной, да. По-моему, опять карпик клюнул. Да, да, карпик. Ну, подлещик так не дрыгается. Он носится вот так прям. Как там Виталик хорошо показывает? Ну-ка, Виталик, покажи. Да, карпик. Я не представляю, о чем ты говоришь. Да ладно, ты вот так вот так доказываешь. Да. Да. Карпенок. Вот поэтому меня там и не клюет толком ничего. Приплыли вот эти вот я не знаю, как их назвать. Тузики. тузики. Это чуть-чуть покрупнее тузик. Ну, это все, которые это, да, выпускали в том году. Ну, хорошо, кстати, подросли. А в том году клевали они, да? Да, они клевали, знаешь, какие? Вот такие. Ну, как из пулемета. Рыбалка, конечно, не так, как я думал. Мне вообще никто не предупреждал, что здесь есть карпы и того подобного. У меня тут все снасти же заточенные на леща, крючки лещевые, все лещевое. А тут откуда ни возьмись, клюют карпы. Причем, у меня они клюют, а у Виталик не клюют. А у меня потому что лещевая прикормка. Да, а у тебя лещевая прикормка с двумя банками кукурузы? Да, 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 рассказывай не мне там, что у тебя лещевая прикормка. Я даже тебе скажу больше, я даже насаживал кукурузу, но все равно клюют густера. Ну, а у меня вот эти карпики сейчас прям, я бы сказал, они мешают на точке, я бы лучше половил бы леща. Потому что поклевки леща они быстро, ну, побыстрее, ну, и более, конечно, меня, по крайней мере, они радуют больше. Вот если был бы карпик там килограммчик, то да. А здесь такой тузик, сколько у него, грамм 200-300, наверное. На жареху не подойдет? Не, можно, конечно, такую карпику пожарить, тем более, он же тут, скажем так, гикий, неоткормленный на всяких там кормах искусственно, а натуральный. Ладно, уже с дикой природой забирать рыбу, блин. Его только выпустили, он даже потомство не успел дать. А теперь небольшой перерыв между рыбалкой для того, чтобы пообедать. Сегодня на обед у нас будет горох с копченостями, свинина с фасолью и говядина с фасолью. Сейчас мы это все смешаем, разогреем. А потом будет музыкальная рыбалка. Я обзавелся горелкой. Знаю теперь, что, как работает. Так. Этапов увлажнения три. Вот сейчас первый этап увлажнения, вот второй этап увлажнения. Я такого блюда еще ни у кого не видел, это точно. Уже тепленько. Наше кашло, я его так назову, готово. Здесь индейка, говядина, свинина, копчености, горох, фасоль и перловка. Да, очень сытно. Сейчас как наедимся и ловить неохота будет. О, еще карпик. По-моему, потому что поклевка была просто там вау, туда полетела. У тебя все, да? Ой, опять вправо к тебе поплыл. Не, на парыши на двух. Вот тоже, вот такой же. Не, у меня что-то карпиков отпугивает. Тузик, тузик. Сладостей нету в корме. И вкуса нету. Понимаешь, вкус. Вкуса? А в полторы банки этого кукурузы? Он дикий карп кукурузу не очень воспринимает. Ну, в принципе, согласен. Такой он дикий, я тебе говорю, выпустили в том году, блин. Ну, кто знал? Загадо одичал, это еще дикий. Не, ну, вот эти еще, знаешь, вытаскиваются, а вот который оборвал, тот какой-то совсем был шальной. Что-то тоже. Вот тот, мне кажется, был подбагрен, а эти вроде так прям в поклевку. Прям чувствовать, прям разница между карпиком или еще он прям очевидно, прям сразу. И по поклевке, особенно, как вот он здесь вот дергается возле подсачника. Леща бы на 300 грамм я бы уже выдернул бы точно. Уже на грудь бы вылетел. Да, грудь бы вылетел, а этот он там пытается что-то... А это уже, смотри, еще крупнее, да? Это еще крупнее, да, такое уже 328 грамм. А кто это? Птиц? Воробей точно. Смотри, а он такой пусатенький, что-то... Да мне кажется, ему тут еды наваливают. Я сейчас грамм тут, смотри, одни уезжают, вторые садятся. Одни уезжают, вторые уезжают. А вот в этом садке, конечно, он сейчас бедолага сед... Ханаса откун называет. А? Ханаса откун называет. Не говори. А во всем ты виноват. Мне, чтобы сказать, здесь карпы, карпы... Я прямо на нее мотеля бросил. Да на, жи. мне кажется, это просто какой-то молодой птиц. Что-то какой-то нерешительный чересчур. А у меня лещик, походу. Лещ? Ну, похоже. Ну, карп-то звучит как, понимаешь? Карп. 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 А тут лещ. Блин, исход, Юрик. Сейчас посмотрим, что это было, блин. А что он сошел-то? Слушай, соплей нету? Может быть, и карп был? Не, у тебя был лещ. Лещ. Не, а что он сошел-то, я не понял. Вроде поклевка хорошая была. Кстати, карп кушает прикормку сто процентов. Вот он на меня тут накакал. Прям вот, прям, я же вижу свою прикормку. Вообще ничего не клюет. Вот, знаешь, дергал ее густерку, а сейчас... а сейчас? А сейчас? А сейчас? А сейчас... Сазан. Густера. А у меня лещ. Знаешь, как звучит вот карп, 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 лещ, а лещ, как звучит-то? Иди сюда. А у меня тоже лещ. Зеленый лещ, как шрек. Опа. Лещ. Блин, нифига себе, он тут зацепился. У него тройное пробитие было. Да, тройное. Он пробил губу, из губы крючок попал возле глаза, а из глаза еще в плавник. Короче, чтоб точно не зашел. Не зашел бы ни за что, без шансов. Юр, походу, это же твоя птица, она от тебя не отходит. Да, да, пусть тут тусует. Я люблю птиц. Особенно, курицу. И свинину. Не, поросенка я не люблю. Ух, ни хрена, вот это поклевки. А ты там что-то ждешь, Юр, там он палки со стойки срывает. Ты видел, да? Аж отсюда видно было, блядь. Мне что-то она не очень нравится. Она как-то ходит, хвостом трясет. Неприятно. Такая бесстрашная. Это я помню в Братеево бесстрашная, помнишь, малек чайки был. Да. Такой бесстрашный вообще. Вот это отстрел был. Надо крючок, надо другой ставить. Такой отстрел прям благородный, прям. Баба! Да, лещ, вернулся лещ. Причем это была не поклевка, а задев. Все в соплях, а наживка не тронута. Все, уплыли эти благородные карпы. дикие карпы. Дикие карпы. У меня тут рыбалка складывается не так, как я планировал. Я думал, я думал, сейчас мы тут полоем лещей. Тем более, здесь недалеко Волга, здесь какая-то, ну, такой залив, скажем, от него с падением речки. Я думал, что здесь будет безумное количество густеры, леща, а здесь откуда-то приплывают карпы. промежуточный результат у меня уже один раз оборвало и трех карпиков я достал. И сейчас вроде, слава богу, эти карпы уплыли и начался обычный клев густеры, подлещи, как перемешку. Но у меня сегодня катастрофически, вернее, я не попадаю сегодня катастрофически в крючок. Вот вроде как и крючок проверенный, но на карп он не подходит. на подлещика много обсосов, много холостых поклевок, густера, обсасывает опарыш и тоже не засекается. Я вот тут весь в поисках крючка. Сейчас поставлю Дунаевский крючок 109 серии номер 10, такой огромный, на 128 леске для уверенности, потому что карпики, конечно, небольшие, но я уверен, что этому карпику на леску он все равно не видит. А для надежности, тем более я ловлю, у меня там иногда цепляется какой-то камушек, и леска один раз оборвало, и несколько раз посеклась леска, поэтому я думаю, что лучше 0,13 для уверенности. Вот, поводок у меня чуть-чуть меньше метра, я думаю, что это оптимальная длина, потому что я ловил и на совсем коротенький, и на подлиннее, особо разницы я не почувствовал, но на короткий поводок поклевки более видимы, потому что обсасывает густерка часто, хоть и густерка активная рыба, но рот у нее маленький, и засекаемость, если честно, у густерки не очень хорошая, поэтому с густеркой надо прям так позаниматься, к сожалению, густерка не частой клюет, она клюет только вот здесь на Волге, в Москварике ее немного, то есть, ну, в реальности густеру мы ловим очень редко, хотя рыба жадная очень хорошо и быстро растет, размножается, во многих водоемах ее там безумное количество, немножко поюжнее, а вот у нас в регионе ее немного, но все равно она есть, ну, рыбалка, если честно, мне нравится, нравится все, что сейчас происходит, кстати, я кормлю маленькой кормушкой специально, я не стал большой бомбить, как Виталик, потому что глубина там небольшая, а маленькой кормушечкой и почаще перезабрасывать, мне как-то такая тактика больше понравилась, но я думаю, сейчас все-таки этих карпов наконец-то они уплывут, потому что когда они плавали, ну уж совсем-совсем была вялая рыбалка, сидишь-сидишь-сидишь и не клюет, потом бах, там две штучки клюнуло и тишина, я думаю, что сейчас должно поактивнее быть, тем более мне, если честно, рыбалка нравится, когда клев активный, то есть я забрасываю, ну поклевка не сразу, ну буквально там через две минуты максимум, вот, когда выжидаешь крупного леща, эта рыбалка, конечно, выжидательная, мне не очень нравится, лучше все-таки ловить в темпе, ну или если ловишь карпа, то, конечно, там можно подождать, ну давай, ну мне кажется, опять эти карпы приплыли, как отсечь карпа? Это же карп, его не надо отсекать, карп, да вообще, карп желание на рыбу всем, вот ты ловишь там леща и всем хочется, уверенно, сейчас на берегу кто сидит, все хотят поймать больше карпа, чем леща, я думаю, что по гастрономическим особенностям здесь карп точно вкуснее, чем лещ, но проверять я это, конечно же, не буду. Ну, какой-то у меня непонятный собеседник на том краю удилища, на том конце провода, да, попробуй его достать, потому что пришлось утоньшиться, поклевки белой рыбы прекратились, как таковые, ты это, возле берега аккуратнее фрикционно, потому что он тут начинает, ну это не факт, что это он, да нет, он там сразу будет чувствовать, что-то, да там вон все в соплях, это лещ походу. Лещ? А, не, карпик, да, но все в соплях, главное. Ну это вы что, лещ стоит, а это как? Более. Высморкался тебе в леску. Высморкался. У тебя какой-то совсем маленький. Совсем? Зато карп. Так, карп. Сознал. Карп. Карп. Звучит же? Карп. Карп, да. Атули. Еее. Тоненькие поводки ему подавай, видишь, негодяй какой. Да, скорее всего, да, у меня тоже на 0,1 больше как бы был. Ну как маленький, такой же, как у тебя. Не, у меня побольше. Побольше ли? Все равно хороший. Все равно прикольный. Да. И все, главное, просто такие грозди, блин, этих соплей везде. Пока тачишь, где-нибудь там цепляется. Ну да, он очень сильно распугивает. Ну, мягко сказать, распугивает. На этой замечательной рыбе мы заканчиваем нашу рыбалку и давайте посмотрим нашу улова. Нет, я не согласен. Давай еще половим. Не, ну мы половим, это просто надо как-то фенушануть красиво. Все равно последняя рыба будет моя. Нам осталось 10 минут ловить, даже меньше. Вот. И у меня опять карп клюнул. Правда, мне кажется, я соседа поймал. У нас тут очень активные соседи. Часто перезабрасывают. Неподалеку от меня кормушка падает. Какой-то упертый карп поплыл вбок прям. Все, убежал мой карп. Не? Не убежал? Убежал, убежал. Тогда будет за мной последняя слоуни за тобой. Сейчас еще клюнет. У нас там почти в одной точке падают кормушки. А потому что дугу выдувает. Кстати, вполне возможно, что у меня тоже карпик. Такая надежда была. И она не оправдалась, да? Блин, волна над быстрей. Не, лечь. Фу! Фу, лечь. Ну, хорошая правда. Сними, с крючкой, выкинь его. Ну, хороший, зато лечь. Сегодня таких немного, сегодня по мельчику я так надеялся, что это карп, а это всего лишь лечь. Сними, с крючкой, выкинь, выкинь, мимо садка. Выкинем, мимо садка. Это профессиональная привычка, я хотел мимо садка выкинуть. Лечь сам видел, что он летел мимо садка, но волной дунул, садок поправил, а и он прям садок. Сказки тебе надо писать, детские. Ага! Отпели пальчик. Заброс называется Отпели пальчик. Вот она. Да, лещ. Лещ, надо говорить. Лещ. Лещ. Будем Юрика лещами бить. У меня карп. А у меня зато, какая красотуля. Под самые окончания нашей рыбалки рыба активизировалась. У меня за 10 минут две хорошие поклевки. Один сход карпа случайно зацепил соседа. Вот. И сейчас еще кто-то покрупнее. А у Виталика за этот момент два хороших подлещика. И у меня. Но я думаю, тоже подлещик. потому что ведет себя не как карп. Сейчас. А нет. Карп. Карп, 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 карп. Какой-то не сильно активный просто. Это читерское пшено во всем виновата. Да, 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 да. Я сегодня уже штук 10 карпов поймал. Виталий, финиш. Финиш, финиш. Финиш, финиш. Да, да, да. Я рыбку, видишь, спасаю. Выпрямляю саду. А дайте я попробую насадить 8 опарышей сейчас на крючок. И пока будут собираться, как раз посмотрим, что произойдет. Ну, не 8, а сейчас 4, 5, 6. Просто больше на крючок не поместится. Сейчас посмотрим, что на 6 опарышей. Такой пучок. Аж страшно. Ты дышишь? О, бля, жерех кого сожрал-то. Кстати, нормально. Я не так уж, я думаю, сильно от тебя-то отстал. Я лещами добил. Ну ты лещами, а у меня зато карпы там тусовались в количестве. У меня сегодня вместо лещовой рыбалки карповая рыбалка. Ну да, у тебя... У меня карпов поймал больше, чем подлещиков. А у меня чисто лещовая рыбалка была. У меня чисто лещовая, карповая и густеровая еще. За счет лещей все-таки у меня побольше выглядит. Выглядит? Да. У меня садок просто. Вау, у меня там еще в садке в садке там еще рыба в ней впрыгает. Там. Карп. Еще карп. Карп у нас. И густера там где-то мелкая. Карпа нашел, густеру нашел. Ну вот, наши сегодняшние с Виталией Камуловой. У меня вместо лещовой рыбалки получилось карповая рыбалка. Я поймал карпов больше, чем подлещиков и лещей. И причем у меня карп прям стоял на точке и никуда не хотел уплывать. Вот эти все лещи, которые есть, это были пойманы со старта на 40 метрах. А потом был небольшой выход густерки, а потом стояли четко карпы. Я не достал, наверное, самого первого карпа, он у меня просто оборвал, потому что уплыл к соседям. И не достал еще... И последнего, который тоже уплыл к соседям. Привет, последнего. Привет, последнего. Самого последнего я достал. Предпоследний тоже зацепил соседа и, к сожалению, соскочил. А так, можно их даже посчитать. Раз, два, три, четыре. Нет. Они там глубоко запрыгали. Карпики, ну, в принципе, все стандартные. Видимо, в один год их кто-то здесь запустил, в этот кусок водоема. Они все такие, пухляши. Да, некоторые прям пузатенькие. Вот этот пацан, самый такой пузатый. Сколько в нем? Ну, грамм 300-400. Такие тузики. Но у меня все-таки... Ну, у тебя... Еще мой корм сработал по лещу. Ну, у тебя лещей, да. Но у меня, не знаю, может, понравилось пшено, которое было у меня в прикормке. В принципе, кроме пшена и опарыша, у меня не было ничего такого сверхъестественного в прикормке. Просто была вкусная ароматная прикормка, которая обычно всегда работала по лещу. Но здесь, ну, явно выглядит, что у меня карпы, а здесь... А у меня лещи. Сколько у тебя хороших? Ну, вот эти два последних попались, да? Ну, да. Вот два крупных попались в самом конце. Ну, у меня их пять штук. Плюс-минус одинаково. Вот раз, два, три, четыре, пять. Пять штук одинаково. Слушай, они у меня там плавали, просто карп их периодически сгонял. Ну, у тебя в конце один попался, два, да? Два в конце, и еще так три я поймал. Ну, и мелочи до кучи. Все, давай заканчивать, а то рыба уже краснеет, надо отпускать, жара стоит. Всем до новых встреч, увидимся на Донаев Медиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова